Библейский портал экзегет.ру представляет 35 глава книги пророка Исаии я читаю в своем переводе для портала экзегет мы говорили в прошлый раз про 34 вместе с 35 это такие главы подводящие итог ну большей части глав которые были до сих пор там говорится о судьбах народов не исключая Израиля и сначала все плохо произойдет а потом когда-то в каком-то ином виде в какой-то дальней стране установится совершенно иное 34 глава про то как плохо 35 как иное лучшее когда-то где-то возроселится сухая степь пустыня ликую расцветет как нарцисс распустит свой цвет от радости и веселья запоет и слава Ливана будет ей дана великолепие Кармелии и Шарона ну это невысокие горы на севере земли Израиля и к северу от нее соответственно пустыня которая зацветает как эти горы ну вот она какая-то совершенно особая любят современные израильтяне приводить это пророчество как доказательство того что вот сельское хозяйство в Израиле еще тогда было предсказано я думаю что не в изосновании потому что пророчества они всегда показывают на что-то очень конкретное живое вот выросли там овощи фрукты вот звери у нас домашние в изобилии водятся но одновременно это рассказ о другой лучшей идеальной в чем-то даже жизни они увидят славу Господню великолепие нашего Бога они то есть Ливан Кармелий Шарон или те кто будут в этой степи жить даже не очень понятно но все человечество в принципе поддержите слабые руки укрепите дрожащие колени скажите рубким душам крепитесь и не страшитесь грядет ваш Бог ваше мщение грядет от Бога воздаяние и ваше спасение ну наверное сегодня мы последнее чего хотим это получить воздаяние и мщение от Бога предполагая что мы грешники в общем для нас это ничем хорошим не кончится там скорее вот такое коллективное сознание то есть что мы народ Израиля вот нас обидели и дометяне их Господь накажет и поэтому мы можем крепиться и всячески вот поддерживать друг друга и получается что это воздаяние и есть спасение грядет от Бога воздаяние и ваше спасение воздаяние другим но спасение ваше тогда глаза слепых прозреют уши глухих откроются тогда хромой запрыгает как олень и завопит от радости язык немого в пустыне пробьются воды в степи потоки и сохшая земля превратится в пруд жаждущую почву напоят ручьи на месте где лишь шакалы обитали вырастут лилии, тростник и папирус все влаголюбивые растения и вообще мы понимаем что на ближнем востоке вода великая ценность земли хватает, солнце обычно тоже вот с водой все плохо и поэтому как раз описать божественную милость очень хорошо через описание потоков воды которых хватает даже на самые влаголюбивые растения вроде папируса и тростника будет там широкая дорога святой дорогой ее назовут кто нечист на нее не ступит кто не мудрен с нее не собьется смотрите одновременно ступить на эту дорогу он вот святую это трудно и не каждому дано а с другой стороны вот остаться на ней уже легко ну правда кто нечист на нее не ступит кто не мудрен с нее не собьется можно перевести и глупцы не собьют с пути идущих наоборот да то есть не сами глупцы не собьются немудреные простые люди но других не смогут сбить но мне кажется вот здесь красиво получается если понять это как то что ступить на нее можно только чистому ну кто из нас чист мы не будем обсуждать в ветхом завете у людей часто возникало ощущение что они достаточно чистые но оступив уже не потеряешься не будет там льва не зайдет у нее жестокий хищник нет их там не найдется из чего можно сделать конечно лучше что это какое-то вот грядущее царство а эти самые львы и хищники это те кто пытаются человеческие души украсть ну не обязательно это может быть и описание такой дороги тогда ведь опасно все это было и львы и хищники бродили по округам но можно понять и так и по другому еще раз вот это буквальное физическое телесное понимание пророчества и такое высокоумное духовное они в принципе в книге Исаии идут вместе и пойдут по ней те кто искуплен избавленные Господом вернутся придут на Сион с шумным весельем вечной радостью их увенчают речь идет про пленников сионских про тех кто не может вернуться в свою страну ну конечно это описание вот этого нового человечества которое собирается избавленные Господом кто их не сказано ведь что иудеи там иерусалимляне израильтяне ну то есть все придут на Сион с шумным весельем вечной радостью их увенчают ликование и радостью их охватят удаляться печали вздохи вот как все будет хорошо и на этом на 35 главе заканчивается большой кусок книги Исаии в 36 будет разговор уже более конкретных вещах о том как вот как раз Ассирия нападает на иудею и что из всего этого получается то есть Продолжение следует...